Друзья мои, всем привет! Рад видеть вас в новом году. Как многие уже, наверное, заметили, название канала поменялось. Напишите в комментариях, как оно вам, нравится, не нравится, мне очень важно ваше мнение. Итак, в первом выпуске этого года я хочу вам показать, как легко и просто своими руками можно восстановить потертый руль. Будем все это делать на примере уже всем известной Mazda CX-5. В общем, за полтора года у нас руль пришел в такое состояние. Ну, в общем-то, ничего, никаких повреждений нет. Просто краска с него стерлась. С обратной стороны, думаю, будет тоже видно. Тоже так хорошо потерлась от пальцев. Не знаю, захватил, не захватил я. Сейчас посмотрю. И сейчас покажу, каким он был в самом начале, перед первой покраской. Ну, там вообще было без слез, не взглянешь. А красить мы будем вот этой красочкой, мотип. Уже не первый руль я им покрасил. Краска держится хорошо, руки не марает. Так что всем рекомендую ее. В общем, что вам понадобится? То есть, как я уже показал, красочку. Понадобится обезжиривать лишь, чтобы удалить лишний жир на руле. Руль снимать, получается, я не буду. Все заклею, весь салон. Пленочка у меня есть. Так что будем красить на месте. Потому что снимать я его не знаю как. И дабы не столкнуться с тем, что у нас подушка хлопнет. Поэтому лучше не будем утрогать его. Короче, вот так все это дело мы заклеиваем. Тут сверху, чтобы на лобовое стекло не налетело. Тотпеду, чтобы не замарать. То есть, а по рулю получается, чтобы, как скажем, декоративные элементы все эти не закосячить. Значок заклеил так чисто, чтобы не привязываться к марке. Но все это мы знаем, что под ним. Напомню, рулю, сколько получается, 8 лет, 9 год пошел. Пробег у автомобиля 190 тысяч. Уже второй окрас. Короче, сейчас обезжириваем и начинаем красить. Сейчас я обезжирил, как видите, даже после растворителя, в принципе, краска не смывается. То есть, как была, так и есть. На тряпочке все чисто. Сейчас потихонечку начну наносить первый слой. Сейчас сначала будем покрывать самые проблемные зоны. И потом уже перейдем на основное. Как видите, укрываемость хорошего красочки. Сейчас пройдем только там, где были прям такие белесые моменты. Так, сейчас собрать на стены руля сделаю. Но снимать не буду, потому что это будет неудобно. Так, все получается, дунули слегка. Видите, вот небольшой напыл получился. Сейчас пусть все это дело сохнет. И потом будем основным слоем перекрывать. Вот, получается, у нас первый слой подсох. Как видите, красочка, она прям вытягивается, ровненько ложится. Это даже бывает, какими-то крупицами небольшими ложится. Когда высыхает, она там ровненькая. Все, погнали в второй слой. Все, погнали в другой слой. Второй слой такой, посмелее. Так, вот сейчас надо с той стороны еще брызнуть. Сейчас камеру положу, обойду, с той стороны брызну. Как бы вот, видите, небольшие. Есть неровности нанесения. Но когда высохнет, все это будет ровненько. Уже все перекрывает. В прошлый раз окрасил на два слоя. В этот раз покрашу на три. Чтобы уж наверняка подольше хватило. Ну вот он первый, основной слой. Подсох. Как я и говорил, все вытягивается, все ложится идеально. То есть нигде этих крапинок ничего нет. Эти мне эта краска и понравилась. Все, делаю второй слой. Короче, все досыхает у нас последний третий слой. Он был такой полумокрый. В принципе, уже результат, думаю, виден. Сейчас досохнет. Выгоню на улицу и покажу вам в преддневном свете. Так, ну вот последний слой у нас досох. Видите, какой результат получился. Даже если вблизи. Считаю, результат просто бомба. Руль как новенький. Сейчас могу пробег смотать. До соточки и скажу. Вот такая вот она у меня. С малым пробегом. Никто в жизни не догадается. Потому что даже не видно, что он покрашенный. Все это мероприятие довольно-таки бюджетное. Баллон я покупал за 700 рублей. В принципе, его хватает. Я вот сейчас третий раз уже покрасил. То есть третий руль. И еще осталось. То есть думаю, там еще на один, может даже на два руля еще хватит. В интернете читал, что люди многие там еще шкурочкой обрабатывают. Какую-то матовость создают. Блин, ну я не знаю. Я когда первый раз красил, тоже шкурочкой прошелся. Но единственный нюанс. Появляется как мелко, так как замши пал. Ну, так сказать, заусенчики такие появляются. И как бы, ну не очень это все дело. Конечно, да. Когда вот я в Nissan Tiana красил руль. Там получается ситуация была другая. Там на руле из-за потертостей, из-за этих, там получается прям вот, ну, как вот слой этот гладкий слез уже. И такая вот прям вот. Не знаю, как даже назвать-то. Какие-то ниточки такие торчали. Вот. Их, конечно, да, я полностью все сошлифовывал. И там прям такой слой пожирнее ложил. И в принципе руль покрасился прям, ну, вообще он как заводской стал. Единственное, надо с цветом там угадать как бы. То есть там я, получается, первый раз купил краску. И наносишь, она, короче, прям идеально подходит. А когда подсыхает, она сереет. То есть немножко не то. Как бы со второго захода, как бы у меня получилось все идеально. Есть как бы нюанс в этой краске. Допустим, вот, покрасить те же самые какие-нибудь ботинки захотите, там, еще что-либо. У меня просто была ошибка, как бы, да, я там кроссовки все там тоже, ну, как бы поцарапал, короче, немножко там спотнулся в гараже. Вот. И, короче, подкрасил, думаю, сейчас освежу их. Ну, это была моя большая ошибка, потому что кроссовки я выкинул сразу. Потому что там, где вот сгибания происходят, там эта краска, она, как бы, ну, отламывается. Поэтому, возможно, на изгибах, где сиденья, как бы, тоже не рекомендуется ее красить. Ну, а в частности, где рули, всякие ручки, то есть там без проблем можно красить, не бояться. То есть, как бы, износостойкость не очень хорошая у этой краски. То есть, у меня полтора года, как бы, да, у меня жена постоянно ездит, там, у нее и кольца на пальцах. И, то есть, в принципе, ничего не сдирается, как бы, все нормально. Ну, вот с такого коротенького полезного видео мы начнем этот год. Буду стараться выпускать ролики минимум два раза в неделю. По возможности буду чаще. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал. Всем пока!